Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать! В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот детский рюкзачок, маленький, небольшой, чтобы ходить в садик. Вот такой вот. Для вязания нам понадобится два размера крючка, один крючок номер 3,5, понадобится нам, чтобы обвязать наше дно и привязать клапан. Далее для основного полотна нам понадобится крючок номер 6, или даже можете взять номер 7, если вам покажется, что слишком плотно получается, так как узор достаточно плотный, очень хорошо держит форму, не просвечивает, так скажем, и это все-таки детский рюкзак, поэтому мы берем крючок размером побольше, чтобы получилось такое более мягкое вязание. Если вы, например, соберетесь вязать сумку данным узором, например, саквояж, где нужно, чтобы прям хорошо держалась форма, то этот узор прям для вас. По расходу, расход достаточно большой, пойдет у нас 200 метров шнура на такой рюкзак. Шнур я использовала 5 миллиметров, что еще нам понадобится? Понадобится нам также дно, заказывала я его на Алиэкспресс, ссылочку оставлю в описании. Клапан я заказывала в сайте Пряжа Центр РФ, тоже ссылочку оставлю в описании. Клапан я немножко подкорректировала в размерах, то есть подрезала под мое дно, так как это детский рюкзак, и он очень большой получается. Далее нам понадобится цепочка, стандартная цепочка, которую мы используем для сумок, 120 сантиметров. Мы ее обвязываем, и этого вполне достаточно, чтобы сделать лямки для рюкзака, для детского рюкзака. Три кольца карабина, чтобы одеть наши лямки, сверху мы берем размер побольше, снизу уже поменьше, чтобы они сильно не торчали. Также замок, желательно замок использовать на шурупах, так как это все-таки, опять же, детский рюкзак. Дети не то, чтобы прям неаккуратные, но они над этим не заморачиваются. Замки на зажимах, они, ну я бы сказала, очень мягкие, зависит от качества, где купили, производители и так далее, но на зажимах замки намного мягче, чем на шурупах, и больше подойдут для взрослых, так как мы более можем аккуратнее с этим обращаться. Дальше, смотрите. В данном рюкзаке я не использовала утяжку, сейчас покажу. Я использовала вот такой вот карабин, карабин-застежка, то есть нам понадобится, помимо этого, два маленьких кольца карабина, чтобы одеть эту застежку, и вот такая вот застежка. Точно так же они продаются в любом месте, где у нас продают фурнитуру. Очень удобно это получается, мы можем вот так вот расстегнуть и также спокойно застегнуть. Что в этом удобного именно для детского рюкзака? То есть, опять же, дети не очень любят возиться с этими утяжками и так далее. Некоторые утяжки у нас нужно разрабатывать, они очень тугие поначалу, а здесь, в принципе, можно и не расстегивать этот рюкзак, и все можно достать спокойно. Ну, если хотите, вы также можете использовать и утяжку. Постаралась максимально подробно рассказать вам, показать, что куда вставлять, и как вяжется этот узор, откуда достаем петельки, куда вставляем крючок. Поэтому смотрите с удовольствием, надеюсь, вышло не слишком нудно. Если вам понравится данное видео, если вам понравится данный узор, пользуйтесь на здоровье, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Также посмотрите и старые, очень много интересного. Теперь, чтобы не отвлекать много времени, пойдем вязать. Мы с вами будем обвязывать прямоугольное донышко. Я уже разметила свои углы. И смотрите, все прямоугольные донышки, независимо от размера, мы обвязываем таким образом. Мы либо делаем в угол 3 столбика, либо мы делаем прибавки вот в эти 3 угловых столбика. То есть сюда 2 столбика, сюда 2 столбика и вот сюда 2 столбика. Либо, как я, вот сюда в центральную петельку свяжем просто 3 столбика. И вот здесь по прямой мы будем обвязывать без прибавок. Для начала нам нужно с вами оставить хвостик для закрывания рядов примерно 4 высоты нашего рюкзака. То есть мы вымеряем примерную высоту, которую мы хотим. Складываем нить вот так вот пополам. И потом еще раз вот так пополам. И вот такой вот отрезок нам понадобится с вами для закрытия рядов. Берем рабочую нить. Вставляем крючок в любой из дырочек. Захватываем петельку, вытягиваем, находим нашу рабочую, не хвостик. И провязываем первый столбик. Вот так. Далее по кругу вяжем обычными столбиками без накида. Вот так вот. Сильно петли старайтесь не затягивать, так как вяжем мы с вами крючком маленького размера. И довязываем до нашего угла. И вот смотрите. Либо вы делаете, если у вас совсем маленькие дырочки, вот в эти вот три дырочки столбики вяжите по одной прибавке. Либо вот как я, вот в эту центральную дырочку буду провязывать три столбика. Первый столбик. Сюда же в эту же дырочку вставляю крючок, вытягиваю второй столбик. И также в эту же дырочку вставляю крючок, захватываю нить и вытягиваю третий столбик. Вот что у нас получается, смотрите, такой плавный поворот. Далее по прямой я вяжу без прибавок. В каждую дырочку по одному столбику. Вот так маркер убираю. И снова прибавка. Первый столбик. Сюда же в эту же дырочку вставляю крючок, вывязываю второй столбик. И в эту же дырочку вставляю крючок и вывязываю третий столбик. Вот что у нас с вами должно было получиться. Таким образом обвязываем донышко по кругу. Доходим до этого момента и я покажу вам, как закрыть ряд нашим хвостиком. Подошли к концу ряда, у нас осталась последняя дырочка. Вытягиваем петельку, а провязывать мы его будем уже нашим вот этим вот хвостиком, который мы оставили. Захватываем нить и вытягиваем хвостик полностью. Вот что у нас с вами должно было получиться. Теперь находим вот этот вот наш первый столбик и вот она его вершина. С обратной стороны под вершину вставляем крючок и захватываем наш хвостик. Вытягиваем его также полностью. Вот у нас уже сформировалась незаконченная петелька. Теперь находим вот он незаконченный наш последний столбик. Вставляем крючок вот так под перемычку и в середину вершины нашего столбика. Вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его также полностью. И вот что у нас с вами получается. Бесшовное соединение ряда. И сразу перейдем к вязанию нашего первого ряда. Берем крючок номер 5. Смотрите, вот этот вот наш хвостик, он всегда должен оставаться у нас с этой стороны. Вот сюда вот смотреть. Рабочую нить берем. Вставляем крючок. Вот смотрите, середина вершины. И под перемычку нашего последнего столбика. Таким образом мы все время будем вставлять крючок при обвязке дунышка. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем ее. Вот что у нас с вами получается наш первый столбик. Далее снова вставляем крючок в середину вершины и сзади под перемычку. Вот так. Захватываем нить, вытягиваем петельку на одном уровне с петлей на крючке. И провязываем еще один столбик. Повторяемся. Петля, перемычка. Вытянули на одном уровне и провязали. Ничего сложного. Обвязываем до конца ряда обычными столбиками без накида. Это будет подготовительный ряд для нашего рисунка. И вот здесь вот еще один момент. Смотрите, когда мы дойдем до угла, нам нужно будет сделать еще прибавки. То есть вот здесь вот они, три наши петельки. И вот сюда в центральную петельку нам нужно будет сделать одну прибавку. Это нам нужно для того, чтобы наш рюкзак шел неровным, таким прямоугольным полотном, а немножечко скруглялся вот в этих местах и был таким аккуратненьким закругленным полотном. Вот она наша центральная петелька. Вставляем крючок и провязываем первый столбик прибавки. И сюда же в эту же дырочку мы провязываем второй столбик прибавки. Вот так. Далее по кругу вяжем без прибавок по прямой. Доходим до момента, где у нас угол и в центральную петельку провязываем еще одну прибавку. Вот она наша прибавка. Первый столбик мы провязываем единичный и вот этот вот центральный мы провязываем прибавку. Ой. Сначала первый столбик прибавки и сюда же в эту же дырочку провязываем второй столбик прибавки. Вот что у нас с вами получается. Итак, вот мы подошли к концу ряда. Я еще раз покажу вам, как закрыть его. Убираем нашу рабочую нить на вот эту сторону. Берем наш хвостик и провязываем последний столбик хвостиком. Вытягиваем нить полностью. Далее находим вот он первый наш самый столбик. Вот он и его вершину. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину. Захватываем нить и вытягиваем ее полностью. Вот так. Далее вот он наш последний столбик, откуда выходит наш вот этот вот хвостик. Вставляем крючок под перемычку и в середину вершины нашего столбика. Захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону полностью. Подтягиваем это все. И вот такое вот соединение у нас с вами должно было получиться. Теперь давайте перейдем к вязанию нашего рисунка. Хвостик убираем на эту сторону. Берем рабочую нить и вот он наш последний столбик, откуда выходит хвостик. Вставляем крючок в раскол. То есть как мы обычно вяжем галочки. Вот таким вот образом. Видите? Так, чтобы выйти ровно посередине. То есть смотрите. Вот одна часть, а вот вторая часть это наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем столбик. Далее вставляем крючок уже вот сюда, вот под нашу галочку. То есть вот она наша галочка, которую мы провязали с вами столбик и под нее уже не в раскол, а под нее мы вставляем крючок. Вот видите? Под ней мы вышли. Вытягиваем нить. Немножко ее нужно будет поправить, чтобы оно все ничего не перекручивалось. Вытянули нить и не провязываем. Далее один столбик пропускаем и вот сюда под третью галочку получается вяжем еще один столбик. Вот так. Вытянули. У нас три петли на крючке. Теперь мы их провязываем вместе. Вот такая елочка у нас получается. И теперь вот смотрите, если вот этот вот столбик пододвинуть, вот он наш столбик третий, в него нам нужно провязать галочку в раскол. То есть вставляем крючок посередине, сзади проверяем, вышли посередине и вывязываем самый обыкновенный столбик, как в самом начале. Далее вставляем крючок вот сюда же, опять же под этот же столбик, откуда у нас выходит вот эта часть елочки. Захватываем нить, старайтесь, чтобы она не перекручивалась. Один столбик пропускаем и вставляем крючок вот сюда, в третий столбик под него и вытягиваем. Провязываем все три вместе. И вот откуда у нас выходит вот эта часть столбика. Вот он, если его убрать. Провязываем сюда галочку столбик в раскол. Вот такой вот раппорт рисунка у нас с вами получается. Теперь повторяемся. Снова вставляем крючок под вот эту же петельку и вытягиваем. Первая сторона елочки. Столбик пропускаем в третий столбик. Под третий столбик вставляем крючок и вытягиваем вторую сторону елочки. Провязываем вместе. Далее, вот у нас открылся столбик. Вяжем в него галочку столбик в раскол. И таким образом повторяем до конца ряда наш раппорт. Сначала сюда вытянули, столбик пропустили, в третий вставляем. Вытянули. Провязали их вместе. Эту часть отодвинули. Вот у нас открылся столбик. Провязываем столбик в раскол. И смотрите, покажу вам в моменте закругления. Получается, вот здесь у нас с вами прибавка. Соответственно, два столбика, но из одной петельки. Получается, здесь у нас уже есть один столбик. Вот он. В первый столбик прибавки мы провязали. Далее, смотрите, вставляем сюда же петельку. И нам нужно было бы вставить через один. Но так как у нас вот здесь есть еще один столбик, второй столбик прибавки, мы вставляем не через один, а вот сюда, в следующий столбик. Вот так вот. Таким образом у нас ничего не стянется и останется прежнее количество столбиков. находим нашу петельку и провязываем галочку. То же самое делаем вот здесь в закруглении. Итак, смотрите, вот я подошла к прибавке. У меня здесь два столбика. И теперь вяжем первый столбик в эту петельку. Второй столбик мы вяжем вот сюда в дырочку и провязываем. И вот смотрите, у нас здесь два столбика. Первый мы пропускаем, получается. И во второй мы вяжем галочку. То есть, просто нужно считать и не забывать про наши прибавки. То есть, у нас здесь из одной петельки выходит два столбика. И так как один мы пропускаем, не забывайте считать. Из-за того, что количество дырочек везде разное, то есть, это все зависит от производителя, от размера донышка. И соответственно, наш столбик может выпасть либо на такой вариант, либо на такой вариант. Поэтому старайтесь считать и не забывайте про то, что у нас вот здесь прибавка. Иначе, если мы вот здесь в прибавке пропустим этот столбик, то смысла делать эту прибавку у нас не было. То есть, мы могли сэкономить целых 4 столбика. Поэтому обязательно, пожалуйста, считайте и не забывайте. Итак, я довязала ряд до конца и у меня остался последний раппорт, последняя елочка. Вот он наш столбик, который должен был быть посередине, который мы должны пропустить и одну елочку мы вяжем вот сюда в последнюю и одну елочку мы вяжем вот сюда в первую елочку нашего ряда. Заводим крючок, захватываем нить в эту сторону, получается, один столбик мы пропускаем и вставляем крючок вот сюда, откуда выходит самая первая елочка в нашем ряду. Вытянули, а провязывать все это мы будем с вами нашим хвостиком. берем нить и вытягиваем ее полностью. Вот что у нас с вами получается. Далее, вот он наш самый первый столбик, самый обыкновенный, вот его вершина. Вставляем крючок под вершину, вот так вот захватываем нить и вытягиваем ее. То есть ничего сложного здесь нету, обычные галочки мы закрываем ряд точно так же, с одним исключением. Вставляем крючок под одну перемычку и под вторую перемычку, так как закрываем мы в елочке. Соответственно, у нас вот здесь просто уже не одна перемычка, а две. Далее, вершину, захватываем нить и вытягиваем ее через обе перемычки. Вот так. Все это дело подтянули, поправили и вот оно, наше соединение. Вот такой вот красивый ряд у нас получается. Находим наш самый первый столбик, вот он, то есть вот откуда выходит наш хвостик, это последний столбик, и вот в этот столбик, самый первый столбик нашего ряда мы вставляем крючок в раскол. Так, чтобы выйти, видите, посередине. Вот. Захватываем нить и провязываем столбик. Вот так вот. Теперь смотрите, вставляем крючок также под предыдущую галочку нашего ряда. Вот сюда. То есть вот она наша галочка. В предыдущем ряду это наш новый столбик и вот под эту галочку мы вставляем крючок. Под нее не в раскол. Вытянули. Далее вот она, следующая галочка. А вот эта елочка будет считаться нашим столбиком, который мы пропускали. Вставляем крючок под вот эту следующую галочку. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем все три вместе. Далее вот убираем нашу елочку и вот в эту же галочку, под которую мы вязали, провязываем столбик в раскол. Вот так. Далее вставляем крючок также под нее, откуда выходит вот эта часть нашей елочки. Захватываем нить, вытянули и вот она, следующая наша галочка. Вставляем крючок под нее и вытянули. Провязали. Отодвигаем. Вот она наша галочка. Вяжем столбик в раскол. Обязательно, видите, проверяем, чтобы выйти ровно посередине. И вот у нас такой вот рисунок будет получаться. Таким образом продолжаем до конца ряда по кругу без изменений. То есть вот здесь вот на повороте у нас уже ничего меняться не будет. То есть мы не делали здесь уже никаких прибавок. Все это дело мы обвязали аккуратно и просто вяжем по рисунку. Снова сюда же вытянули, нашли следующую галочку, вставили под нее, вытянули, провязали, отодвинули и провязали столбик в раскол. Вот такие вот елочки у нас получатся. Начало ряда. Находим вот он, наш первый столбик. Вот этот вот. Вставляем крючок в раскол нашего столбика и провязываем галочку. Вот так. Теперь под него же вот сюда вставляем крючок и вытягиваем петельку. Далее вот она следующая наша галочка. Вставляем крючок под нее, захватываем и провязываем. Отодвигаем и провязываем в эту же галочку столбик в раскол. И вот у нас продолжение нашей косички. Таким образом мы с вами будем вязать на ту длину, которая вам нужна. и так вот я провязала 20 рядов. Если считать вот этот дополнительный ряд, который самый первый, просто столбиками без накида, который мы провязали, получается 21 ряд вверх. И теперь небольшой лайфхак, как сократить расход пряжи или шнура. Здесь последние ряды у нас закроются под клапаном. То есть тут уже рисунок нам особо не нужен, так как у него у данного рисунка расход очень большой. Поэтому вот эти оставшиеся несколько рядов мы провяжем обычными столбиками без накида. Вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. Провязываем его. Далее вот у нас смотрите следующий столбик у нас идет вот такая вот елочка. Нам нужно вставить сначала вот под эту петельку, а потом вот под эту петельку. вот так и сзади выйдем как раз в раскол. Захватываем нить, вытягиваем и вот у нас готов один столбик. Следующий столбик мы вяжем вот сюда в нашу галочку. Вот что у нас с вами получается. Таким образом нам нужно с вами провязать полностью ряд по кругу без изменений. Просто столбиками без накида. Вот я провязала ряд до конца. Беру хвостик и закрываю его. И вот что у нас с вами получается. Вот такой вот красивый ряд. теперь смотрите если вы будете делать утяжку то желательно ее сделать в этом моменте. То есть вы примерно визуально делите полотно пополам ставите здесь маркер и здесь маркер. Потом отсчитываете середину здесь ставите тут маркеры и начинаете отмечать дырочки куда вы будете делать утяжку. То есть две здесь две здесь две тут и две вот тут. А так как я утяжку делать не буду ставить вот такой вот карабинчик и те кто будет ставить тоже такие же карабины мы просто провязываем два ряда без изменений то есть один ряд мы уже провязали еще два ряда вверх мы провязываем просто столбиками в раскол то есть самый обычный узор галочки вставляем крючок вытягиваем петельку и провязываем первый столбик далее вставляем крючок в раскол вытянули и провязали второй столбик и таким образом нам нужно будет с вами провязать еще два ряда без изменений если же вы будете вставлять утяжку то в тех местах где у вас будет отмечено маркером где нужно будет сделать дырочки вы просто вяжете допустим вот у нас допустим дырочка здесь должна быть делаем воздушную петлю столбик пропускаем и вяжем через один вот она у нас с вами получается дырочка в нее будет вставляться утяжка то есть следующий ряд последний вы провяжете уже еще один столбик просто вот сюда в эту дырочку и так вот я довязала свои три ряда вот что у меня получилось в длину высоту полотно у меня получилось 22 сантиметра я обрезала нить закрыла ряд и теперь вот эту ниточку нужно спрятать вязание а пока давайте свяжем лямочки и так для лямочек у меня есть вот такая вот самая обычная цепочка 120 сантиметров я вот с каждой стороны отметила вот здесь маркерами отсчитала 30 звеньев с одной стороны и 30 звеньев с другой стороны и вот это вот все что у нас осталось посередине от маркера до маркера мы с вами обвяжем столбиками без накида и так вот это звено где у нас стоит маркер мы пропустим вставляем крючок в следующее звено захватываем нить нить вытягиваю через звено вот так вот теперь придерживаю хвостик и провязываю первый столбик далее вставляю крючок в следующее звено захватываю нить и провязываю еще один столбик вот что у нас с вами получается далее следующее звено и новый столбик следующее звено и новый столбик и так каждое звено мы провязываем по одному столбику без накида вот что у нас с вами получается это конечно нужно будет сделать более аккуратно более подтянутым мне немножко неудобно делать это на камеру но как бы принцип я вам объяснила и таким образом мы не довязываем одно звено до вот этого вот следующего маркера провяжите сейчас сами я покажу вам что будем делать дальше и вот что у нас с вами получается видите как аккуратненько и ровненько это все должно быть теперь вот в это звено в котором у нас находится маркер мы вставляем крючок и провязываем соединительный столбик вот так разворачиваемся и продолжаем вязать столбики без накида вот так то есть смотрите мы сделали соединительный столбик в звено которое отмечено маркером повернули нить пропустили под цепочкой и теперь вот в этот вот в это звено где у нас был последний столбик мы провязываем первый столбик и таким образом доходим до конца ряда до конца нашей цепочки до того момента где у нас снова отмечено вот здесь маркером и вот что у нас с вами получается вот такая вот красивая лямочка вот я довязала до нашего самого первого маркера и теперь вот в это звено где у нас маркер я вставляю крючок и делаю соединительный столбик ниточку немножко вытягиваю и обрезаю кончик нужно будет немножко подпалить чтобы он у нас не распустился и теперь что мы с вами делаем закрываем ряд как и до этого хвостик мы свой вытащили и вот он смотрите самый первый столбик и вот его вершина вставляем крючок с обратной стороны и вытягиваем петельку теперь разворачиваемся вставляем крючок вот здесь вот в серединку нашей петельки соединительного столбика захватываем нить и вытягиваем на эту сторону и вот что у нас с вами получилось точно такое же аккуратное соединение это все подтянется поправиться и вот такие вот лямочки у нас получаются теперь давайте будем привязывать клапан нить мы обрезали так как она у нас заканчивается вот здесь посередине и туда-сюда клапан двигать не очень хочу поэтому я ее просто обрезала и начну где-нибудь вот здесь с лицевой стороны и так я отметила сложила пополам и отметила середину красными маркерами вот таким вот образом приложила свой клапан и отметила розовенькими маркерами места откуда я буду начинать и заканчивать привязывать его теперь давайте вот начну вот с этой с этого маркера серединке будем обвязывать наше полотно вставляем крючок в любую дырочку вытягиваем петельку хвостик немножко посильнее оставим чтобы он нам не мешался и вершину вставляем крючок следующего столбика захватываем нить вытягиваем и провязываем соединительный столбик далее следующий столбик и таким образом доходим до первого нашего розового маркера вот что у нас с вами получается вот до этого момента довязываем сами и я покажу вам как вязать клапан и так вот я довязала до первого своего розового маркера провязываю столбик вот этот где был маркер и теперь прикладываю клапан и смотрите чтобы так как дырочки у нас слишком далеко друг от друга чтобы получилось все ровно мы прикладываем клапан и вяжем туда куда войдет крючок сейчас я возьму крючок номер три с половиной и теперь приложили и вставляем крючок туда куда он зашел вытянули петельку и провязали соединительный столбик далее держим наш клапан вставляем крючок туда куда он входит захватываем нить вытягиваем петельку и провязываем еще один столбик далее также придерживаем вставляем куда он зашел вытянули и провязали таким образом довязываем до конца нашего клапана и до начала нашего ряда довязали до конца клапана и переходим к вязанию нашего следующего столбика вот здесь где у нас открылась первая вершина вставляем крючок и вытягиваем петельку меняем крючок на размер 6 и продолжаем вязать до начала нашего ряда вот до этого момента получается вот так теперь нить нам больше не нужно мы ее можем обрезать вытягиваем петельку и будем закрывать ряд вставляем крючок под самый первый наш соединительный столбик захватываем нить и вытягиваем ее на эту сторону этот хвостик придерживаем чтобы наша петелька не распустилась далее вставляем крючок с обратной стороны так чтобы выйти ровно посередине нашей последней петельки вот так захватываем нить и вытягиваем на обратную сторону вот что у нас с вами получается красивый аккуратный ряд и мы привязали наш клапан вот эти вот ниточки мы завязываем вот так чтобы оно не распустилось и прячем вязание одну в эту сторону другую в эту сторону далее берем наши кольца карабины маленького размера также на серединке одеваем кольца карабины вот смотрите продеваем насквозь через три столбика и вытягиваем их внутрь вот таким вот образом то же самое делаем с этой стороны вот что у нас с вами получается теперь берем наш вот этот карабин и одеваем сначала одну половинку на эту сторону и одну половинку на вот эту сторону вот так и вот что у нас с вами получается вот такой вот мини замочек вместо утяжки теперь одеваем замок одеваем большое кольцо вот сюда вместе с нашими лямочками и два маленьких вот сюда по бокам и одеваем на них наши карабинчики от лямочек сейчас я это все сделаю и покажу вам готовый результат итак вот что у нас с вами получилось вот такой вот рюкзачок так вот он выглядит снизу вот он наш клапан я уже одела лямочки вот здесь вот закрепила их по нужным не длиннее и вот такой вот рюкзачок у нас с вами получается вот так вот он будет выглядеть внутри открывается также мы можем зацепить и закрыли его спасибо всем кто смотрел мое видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал и ждите новых видео пока 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 Субтитры подогнал «Симон»